Славянские коммунальщики подвели итоги работы в осенне-зимний период 2016-2017 годов и уже сейчас начали подготовку к новому отопительному сезону. В работе совещания по итогам прошедшего отопительного сезона приняли участие представители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, руководители учреждений соцсферы, главы поселений. Как доложил начальник управления жизнеобеспечения транспорта и связи Александр Бельдиёв, в осенне-зимний период 2016-2017 года коммунальные службы сработали слаженно и эффективно. Возникающие аварии, а их было немного, оперативно устранялись. С началом отопительного сезона приступили к работе 65 котельных. На всех были проведены ремонтные и профилактические работы. Газовые трубы проверены на безопасность. Осуществлен ремонт теплотрасс. Сделана экспертиза безопасности теплоэнергетического комплекса. Средства на подготовку объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период выделяли как сами предприятия, так и муниципальный бюджет. В рамках действия муниципальной программы о развитии топливно-энергетического комплекса на 2015-2023 годы, в 2016 году за счет средств местного бюджета выполнено мероприятие на общую сумму 11 млн 214 тысяч рублей. Целью задачи муниципальной программы в 2016 году является техническое перевооружение и капитальный ремонт оборудования зданий и поселек и полу сетей. В этом году в рамках муниципальной программы на подготовку теплоэнергетического комплекса к зиме запланировано израсходовать почти 14,5 млн рублей. В некоторых котельных будет приобретено насосное оборудование на замену вышедшим из строя. В хуторе Прикубанском Анастасиевского сельского поселения и хуторе Черный Ерик Черноярковского сельского поселения планируется построить две новых котельных и подвезти к ним газопроводы. Что касается водоснабжения, то в хуторе Беликов установят новую водонапорную башню. Заменит 5% сетей водоснабжения в поселке Целином, а это около 54 километров. Также планируется сделать ремонт артезианских скважин в хуторах Ачуева, Беликов, Прорвинский. Помимо этого будет осуществляться ремонт и реконструкция всех инженерных сетей. Для того, чтобы отопительный сезон 2017-2018 года прошел качественно и без сбоев, подготовку к зиме необходимо начинать уже сейчас. Объем работ, которые предстоит сделать, очень большой. Рекомендуем всем учреждениям заключить договоры на обслуживание сетей. Своевременно выполнять рекламентные работы. Традиционно с окончанием учебного года начинается поток объектов в бюджетной сфере к зиме. И также традиционно она в основном заканчивается в 1 сентября. Руководителям муниципальных предприятий и бюджетной сферы необходимо уже сейчас разработать план мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года, предоставить международную комиссию и обеспечить их исполнение. Значительная часть работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Славянского района к осенне-зимнему периоду должна быть сделана до 1 сентября. Анна Монастырянко, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...